Молящийся ум взыскует соединение с сердцем Затворились двери чувств Язык безмолвствует Глаза закрылись Слух не внемлет ничему, что вне меня Ум, одеянный в молитву, сложив бремя земных помышлений, нисходит к сердечной клети Двери клети замкнуты Повсюду темнота Мрак непроницаемый И ум в недоумении начинает стучаться молитвою в двери сердца Стоит терпеливо при дверях Стучится Ждет Опять стучится Опять ждет Опять молится Нет никакого ответа Не раздается никакого голоса Мертвая тишина и мрак отвечают гробовым молчанием Ум отходит от дверей сердца Печальный И в горьком плаче ищет отрады Он не был допущен предстать царю царей В святилище внутренней клети За что? За что ты отвергнут? На мне печать греха Навык помышлять о земном Меня развлекает Нет во мне силы Потому что дух не приходит ко мне на помощь Дух всесвятый и всеблагий Восстанавливающий соединение ума, сердца и тела Которые разобщены страшным падением человека Без всемогущей, творческой помощи духа Одни мои собственные усилия тщетны Он многомилостив Человека любив бесконечно Но нечистота моя не допускает его ко мне Умоюсь в слезах Очищусь исповеданием грехов моих Не дам телу моему пищи и сна От изобилия которых сообщается дебелость в душе Весь облеченный в плач покаяния Сойду к дверям моего сердца Там встану или сяду, как евангельский слепец Буду претерпевать тягость и скуку мрака Буду выпиять к могущему помиловать Помилуй мя Евангелие от Марка, глава 10, стих 48 И не сшел, и встал И начал взывать с плачем Уподоблял он себя слепому, невидящему истинного, незаходимого света Глухому и немому, немогущему ни говорить, ни слышать духовно Ощущал по самой вещи, что он точно слеп, глух, нем стоит при вратах иерихона Сердца, обитаемого грехами Ожидает исцеления от Спасителя Которого не видит, которого не слышит Которому вопиет Разве одним своим бедственным состоянием Он не знает его имени Именует Сына Божия Сыном Давидовым Плоть и кровь не могут почтить Бога, как Бога Укажите мне путь, по которому пойдет Спаситель Этот путь — молитва Как сказал человеку пророк от лица Божия и Духом Божиим Жертва хвалы прославит мя И тому путь, им же явлю ему спасение мое Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня И кто наблюдает за путем своим, тому явлюя спасение Божие 49-й Псалом, стих 23 Скажите мне, в который час пойдет Спаситель Утром ли, или в полдень, или к вечеру Бдите и молитесь Яко невесте, в кий час Господь ваш приидет Бодрствуйте, молитесь Ибо не знаете, в который час Господь ваш придет Евангелие от Матфея, глава 24, стих 42 Евангелие от Марка, глава 13, стих 33 Путь известен, час не назначен Выйду за город, встану или сяду у врат Иерихона, как советует святой Павел Тем же доисходим к нему вне стана, поношение его носяща Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание Послание к евреям, глава 13, стих 13 Мир приходит, все в нем непостоянно Он не назван даже городом, но станом Оставлю пристрастие к имуществу, которое невольно оставляется при смерти, а часто и прежде смерти Оставлю почести и славу гибнущую Оставлю наслаждения чувственные, отнимающие способность к подвигам и занятиям духовным Не имам бозде пребывающего града, но грядущего взыскую Ибо не имею здесь постоянного града, но ищу будущего Послание к евреям, глава 13, стих 14 Который должен открыться мне предварительно в сердце милостью и благодатью Бога, Спасителя моего Кто не взойдет в таинственный Иерусалим духом во время земной жизни, тот и поисшествий душою из тела не может иметь удостоверения, что дозволен ему будет вход в Иерусалим Небесный. Первое служит залогом второго Преподобный Исихий, Добротолюбие, часть 2, глава 4 Согласно сему рассуждают и прочие святые отцы Аминь